Русское общественное движение В Государственной Думе Российской Федерации уже некоторое время идет работа над законом о налоге на недвижимость. Примечание. Здесь идет речь о проекте федерального закона номер 51 763-4 о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации. Об этом почти нет сведений в средствах массовой информации, было только несколько упоминаний в статьях в интернете. Налог на недвижимость, рассчитываемый исходя из рыночной стоимости объекта, жители России будут платить с 2011 года. Именно это заявил статус-секретарь, заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов в интернет-интервью компании «Консультат Плюс». А вот понимают ли налогоплательщики, на чьи плечи ляжет этот новый налог, что он им принесет? Думается, что нет. Ибо если бы налогоплательщики представляли себе последствия введения этого нового налога, то не сидели бы спокойно, а потеряли бы сон, как минимум. И вот почему. Когда человек приобретает в свою собственность ту или иную недвижимость, участие государства в этой сделке логично и закономерно. И то, налог со сделки при продаже недвижимости в пользу государства не должен бы превышать 15% от стоимости сделки. И при этом будет справедливо, если этот налог будет платить продающий недвижимость. И вот почему. Покупатель платит за приобретаемую недвижимость деньгами, получив заем банки или деньгами из своих собственных сбережений, которые остались после уплаты всех налогов государству из своей заработной платы или прибыли от собственного дела. Поэтому будет несправедливо, если покупатель будет платить налог на приобретаемую недвижимость из тех средств, с которых уже были уплачены все причитающиеся налоги. Таким образом, налог с продажи недвижимости, по идее, целиком должен ложиться на плечи продавца недвижимости. А теперь необходимо установить, с какой суммы должен платиться налог на недвижимость. Недвижимость продается по рыночной стоимости на момент продажи, и это закономерно. А вот с какой суммы продающий недвижимость должен платить налог, еще предстоит выяснить. Предположим, что продавец недвижимости приобрел оную за несколько лет до ее продажи, к примеру, за 200 тысяч долларов. А на момент продажи рыночная стоимость этой недвижимости стала равной 500 тысячам долларов. Теперь возникает вопрос о том, с какой именно суммы продавец недвижимости должен платить налог с продажи. Справедливым будет, если продающий недвижимость будет платить налог суммы 500 минус 200 равно 300 тысяч, ибо эта сумма и составляет доход продающего от продажи недвижимости. Ведь эта недвижимость была приобретена ранее за 200 тысяч долларов из собственных сбережений, оставшихся после уплаты всех полагающихся налогов. Так что налогом с продажи в такой ситуации должны облагаться только 300 тысяч долларов. И это будет справедливо. А теперь давайте разберемся с тем, должен ли человек в принципе платить налог на недвижимость по рыночной стоимости каждый год, и что на самом деле этот налог означает. Если человек приобрел в частную собственность ту или иную недвижимость и сразу выплатил продавцу всю сумму, то он, покупатель, становится единственным законным собственником этой недвижимости. Если покупатель недвижимости использовал банковский заем на приобретение недвижимости, то до полной выплаты займа приобретенная недвижимость практически принадлежит банку. Но если все же человек приобрел недвижимость и полностью заплатил за нее свои собственные средства, то в соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности охраняется законом, и каждый вправе иметь имущество собственности, владеть, пользоваться им, как единолично, так и совместно с другими лицами. Таким образом, согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право на частную собственность. Недвижимость тоже относится к категории частной собственности и охраняется законом о частной собственности. Поэтому возникает вполне закономерный вопрос о правомощности введения налога на недвижимость, противоречащего Конституции РФ. Если это частная собственность, то тогда на основании чего человек, владеющий оной по закону, должен еще платить налог на недвижимость? Введение налога на недвижимость фактически означает упразднение частной собственности на оную. И вот почему. Если владелец недвижимости не сможет уплатить налог на недвижимость в течение некоторого времени, государство отбирает у частного собственника эту недвижимость. Если это так, то получается то, что недвижимость является государственной собственностью, а не частной, и гражданин только арендует оную у государства. В налог на недвижимость ВРФ предполагается ввести равным 1% от рыночной стоимости недвижимости. Если это так, то человек не должен платить рыночную стоимость недвижимости, а только аренную плату государству за использование недвижимости в размере 1% ее рыночной стоимости. Но в этом случае не может быть и речи о частной собственности вообще, и частной собственности на недвижимость. Иначе присутствует прямое нарушение Конституции Российской Федерации. Россия является не единственной страной, в которой нарушается право на частную собственность граждан. Во плоти мировой демократии, в кавычках, в Соединенных Штатах Америки, право на частную собственность нарушается точно так же, и налог на недвижимость также является антиконституционным. Большинство граждан не только России, но и США, и многих-многих других стран мира ничего не знают об этом силы своей необразованности и некомпетентности в этих вопросах. А те, кто об этом знают, эти налоги не платят или придумывают для себя специальные схемы ухода от уплаты. И именно люди, хорошо знающие об антиконституционности налога на недвижимость, сейчас сознательно проводят его через Государственную Думу Российской Федерации и соответствующие институты власти России. И делают это только с одной целью – превратить простых жителей страны в рабов. И это не просто слова, а, как говорится, истинная правда, и вот почему. Средняя рыночная стоимость жилья, к примеру, в Москве, составляет порядка 400-500 тысяч долларов США, поэтому налог на недвижимость от этой суммы составит 4-5 тысяч долларов в год. При стоимости 1 доллара США в 32-34 рубля, годовой налог на недвижимость для ее владельца обернется в 128-160 тысяч рублей как минимум. А это означает, что владелец приватизированной квартиры, средней рыночной стоимости недвижимости в Москве должен будет заплатить в год государству 128-160 тысяч рублей, дополнительно ко всем коммунальным платежам, которые платятся ежемесячно. А те невезучие, которые живут в центре Москвы за такую же жилплощадь, должны будут платить раза в 2-3 больше – 256-384 тысячи рублей в год. За свое собственное жилье. А теперь возникает вопрос. Кто из людей, получающих зарплату, сможет платить такие суммы, да еще каждый год, вне зависимости от того, здоров или нет, владелец этой «частной» собственности, сколько у него детей в семье и вообще иждивенцев на содержание? Кстати, закон, в кавычках, считает иждивенцами, и детей, и престарелых родителей, а также любого неработающего члена семьи. Кто-то может возразить, что подобные цены возможны только в Москве, где цены на жилье значительно выше, чем в остальных провинциях страны. И будет прав, и не прав одновременно. Действительно, цены на недвижимость в Москве значительно выше цены на аналогичное жилье в других городах и поселках России, но и зарплаты в Москве тоже значительно больше зарплат в регионах. Так что налог на недвижимость ударит не только по москвичам, но и по всем простым гражданам Российской Федерации. Не просто ударит, а превратит большую часть населения России в самых настоящих рабов. Чтобы заплатить налог на недвижимость, большинству граждан России придется брать банковский заем даже на полностью оплаченную недвижимость. И очень скоро это приведет к тому, что эта недвижимость станет собственностью банка и рано или поздно будет продана с молотка, а законные ее владельцы окажутся на улице даже с малолетними детьми. Именно это ждет большую часть граждан России, если закон о налоге на недвижимость будет принят и вступит в силу. В этой ситуации не получится отсидеться в сторонке, как бы этого кому-нибудь и не хотелось. Только если все граждане вместе выразят свою волю в виде протеста против введения налога на недвижимость, есть возможность избежать подобного рабства. К вашему сведению, в США 90% населения страны живет в долг, а 70% никогда не рассчитаются со своими долгами. Такого раньше никогда не было. Даже раб мог получить свободу и жить свободно. Паразитический капитализм, который пытается навязать и России, создает только иллюзию того, что человек свободен. Да, сегодня уже почти никто не носит ошейник раба, но незримые финансовые и другие ошейники оказываются куда более надежными, хотя бы потому, что их почти никто даже не замечает. Но тот факт, что их нельзя увидеть глазами и пощупать руками, еще не значит, что они не существуют. Николай Левашов, 12 августа 2009 года Проснись и действуй! Гражданин России, если ты сегодня не проявишь своей активности, завтра будет поздно. Поставь свою подпись под обращением против принятия закона Российской Федерации о налоге на недвижимость. Только так ты сможешь спасти и себя, и своих детей от тотального финансового рабства. Твой голос важен, ибо твой голос – голос народа. И если весь народ скажет свое веское слово, мы сможем не допустить подобного финансового рабства каждого из нас в отдельности и нашего народа целиком. Вместе мы – сила! Поставить свою подпись под обращение можно на специально созданной для этого интернет-странице www.nalogom-net.org Дорогие друзья, вы прослушали статью академика Николая Викторовича Левашова «Налог на недвижимость. Рабство для народа». Всего вам доброго!